Вот он, Mobapad HD, вот такой вот геймпад с датчиками хола, с механическими кнопками на 5 миллионов нажатий, с действительно вроде бы неплохими качествами исполнения, вернее неплохим качеством исполнения материалов, ну и конечно же интересной ценой. Слушайте, для ТВ-бокса, для компьютера, для Nintendo Switch мультиплатформенной на канале Технозон с обзором. Поехали! Mobapad, вот такой вот контроллер. Я мог бы сказать, что он какой-то хреновенький или дешевенький, но нет. Это достаточно очень интересный контроллер, потому что у него заявляются датчики хола на наших джойстиках. У нас есть макропрограммирование, есть моторы, механические кнопки, именно механические. Ну, посмотрим. Это модель Pro HD. Давайте вскрывать. Вот так вот выглядит коробочка. Сейчас будем смотреть, что у нас внутри. Это еще открыть надо как-то умудриться. Вот так вот. Слушайте, а коробка прям качественный картончик. Ну, давай. Оп! Вылез. И достанем все, что у нас есть. А есть у нас... Ооо! Знаете, что у нас там есть? У нас там есть крестовинка. Сразу открываю. Смотрите, есть крестовина сменная. Я так понимаю, что геймпад у нас с сюрпризом. Ох! А что он? Он включенный, что ли, приехал? Нифига себе, слушайте. Вообще в шоке. Я его реально только открыл. Короче, сразу первое, что бросается в глаза. Геймпад текстурирован. Здесь удобно держать. То есть, вы когда держите, он не скользит. Но есть, само собой, вот эти вот джойстики. Они создают... Они металлизированы снизу. Немножко металл. Сверху прорезиненная. Здесь у нас вот такого типа крестовина. Она сменная. Ее можно заменить на обыкновенную крестовину. Вот таким вот образом. То есть, крестовина у нас... Слушайте, кнопки механика реально анникулацуют. Анникулацуют. Оно сейчас. Я не знаю, слышите или нет. У нас есть кнопочка домой. Есть кнопка плюс-минус. Есть какая-то кнопка, честно говоря, не знаю, что это за кнопочка. Есть вот макропрограммируемые кнопки. Сзади у нас есть M2, M1. И что это? Это, наверное, переключатель режима тоже. Ну, слушайте, давайте посмотрим вообще в инструкцию. Инструкция у нас достаточно объемная. Да, макропрограммируемая. Вот, смотрите, как они пишут. Вот это макро. Это у нас турбо. И изменение подсветки. Потом кнопка скриншота. Все, я понял. Это домашняя кнопочка. А вот сзади у нас... А, это, ну, вот эта кнопка для пейринга M1, M2. И кнопка сброса есть еще. R3 Hall Joystick, L3 Hall Joystick. Два датчика Hall, само собой, кнопки здесь есть. Также есть L1, L2, R1, R2. Тоже такие приятные. Мне интересно, слушайте, а у них короткий ход. С проклацыванием на середине. Короткий ход с проклацыванием на середине. Мне интересно, здесь вообще это... Курки, либо это кнопки просто. Мы тоже сейчас будем выяснять. А ну-ка, приложения никакого нет. Мне чисто интересно. Видите, они здесь даже инструкции показывают, как со свечом их сконнектить. С другими устройствами через Bluetooth можно к PC подключить через кабель. К iOS можно подключить. Ну, слушайте, и к Android, и макропрограммирование. Вот как, видите. А, здесь макропрограммирование у нас выполняется с помощью кнопок. Ну, слушайте, ладно. Давайте так. Очень неплох. По материалам такой прикольный ABS пластик. Текстурированный. Я не скажу, что здесь есть резина и все остальное. Но будем сейчас с вами этим делом уже играться и тестировать. Переходим. О, ребят, на сайте этого самого Mobopad Official Store, где я его покупал за 56 долларов. Недорого, я вам скажу. Объясню почему. Потому что они его позиционируют для Switch, для Steam, для PlayStay, ой, для персонального компьютера, для Android и для iOS. Тут вот сразу, вот в первой строке у нас закрадывается момент, почему Steam и персональный компьютер разделены. Потому что он здесь работает в Steam. Например, когда вы подключаете по Bluetooth к компьютеру, он работает в режиме Nintendo Switch контроллера и будет по Bluetooth работать со Steam только. Ну, либо с GeForce Now. Вы когда подключаете GeForce Now платформу, он тоже там будет работать. В другом варианте исполнения вам нужно будет использовать кабель для переключения в Xbox 360. Режим для игры на компьютере. Но это все, ну, такие, это уже особенности этого геймпада, о которых я честно говорю. Что у нас здесь есть? У нас есть линейные моторы, кстати. Они, знаете, вот прям зациклились на этих линейных моторах в вибрации, потому что, видите, они прямо здесь написали Original Pro ILPS линейные моторы Beaxial Vibrating, то есть в двух плоскостях вибрация, кстати, вибрирует. Он действительно неплохо, но при подключении к свечу, либо в стиме, когда играете с поддержкой этих всех моментов. 5 миллионов холл, ну, вот этих вот 5 миллионов движений холл, да, датчиками холла, 5 миллионов механические кнопки. Все, конечно, красиво. Они очень красиво все нарисовали. У него есть и макросы, и турбокнопочка, еще и переключение вот этой вот подсветочки из вот этих вот, вот этой кнопочки. Тут можно менять, грубо говоря. Ну, сейчас я вот поменяю сразу раз. Здесь зелененькая, вот. Синенькое оно стало, еще какое-то там фиолетовенькое. Все это красиво выглядит. У нас сменная вот эта крестовина. Ну, это вы сейчас на распаковке видите. Я вам сделаю обязательно распаковочку. Все вроде бы все красиво и хорошо. И я вам скажу, есть недостатки. Потому что вот при всех тех моментах, которые они описывают, а описывают они здесь очень-очень круто, то есть механический холл джойстик, механические кнопки, 5 миллионов нажатий, нормальные материалы. Действительно, целить в шутерах просто нереально круто. Он несовместим с Xbox Series S. Я сразу говорю, потому что будут спрашивать с Xbox X, Xbox Series S. Он несовместим. Но с тем, с чем он совместим, вы действительно можете играть ну, очень неплохо с моментом выцеливания. С учетом того, что есть там турбокнопочки и все остальное классно. Но единственный его минус, который я нашел, вернее, два минуса, которые я нашел, это то, что режим Xbox 360, переключение в него на компьютере возможен только в проводном варианте. В беспроводном вы сможете играть только в Steam. А второй вариант, это то, что у нас кнопки, а не курки. То есть здесь обыкновенные триггеры, а не курочки с регулировкой с различной силой нажатия. А из плюсов, есть приложение. Есть приложение у нас в смартфоне, хорошо подходит. Я его подключал к своему Xiaomi Mi Box S 2-го поколения. Тоже идеально отрабатывает и никаких вопросов у меня не возникло. При этом я вам покажу, как он в Mi Box работает и с Android TV играми, и работает, например, с GeForce Now платформой. На самом компе я вам запущу обязательно и в Xbox режиме, и в Steam режиме. Вы тоже посмотрите, что это все прекрасно работает. Они здесь делают акцент на то, что есть вот эти вот гироскоп для управления в Nintendo Switch режиме. То есть при повороте вправо, при повороте влево он будет, конечно же, поворачивать, ну, именно поворачивать в игре и делают акцент на приложении, том, которое есть для этого геймпада. А я вам покажу функционал приложения, достаточно неплохой. Ну и, конечно же, наличие макроса. Вот, кстати, здесь приложение они показывают, это достаточно интересно. Ну и, конечно же, знаете, что тут еще самая круто? 1000 мА батарея, при том, что здесь механика у нас, то работает это долго, нудно, и я так и не смог его нормально разрядить. Я в один раз зарядил, и сколько я его не тестировал, так и не смог разрядить. Поэтому, поэтому, ребят, мы сейчас с вами перейдем его, распакуем и потестируем. Сначала на Android TV платформе, ну или на Google TV, потом на смартфончике подключу чисто приложение покажу, потом компьютерщик, и делаем выводы. Ну, а вы подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, и ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Поехали. Ох, ну начнем наш геймпад, конечно же, тестировать с Android TV платформы, потом на смартфончике. Мы идем с вами в настроечки, в раздел пульты, аксессуары. У меня здесь, видите, нет, сейчас Pro Controller отключено, мы его удалим к чертовой матери. Во-первых, здесь не должен быть Pro Controller. Для того, чтобы у нас, ну, для Android TV платформы есть два варианта подключения. Сейчас я вам покажу, ну, сначала здесь подкажу, почему, потому что у меня Google TV платформа, и он понимает Nintendo Switch Pad, то есть, по сути, я сейчас включил на сопряжение, он загорелся, у нас есть варианты менять, вот он нашел Pro Controller, он съест Pro Controller. но в случае, если ваш Android TV, если ваше Android TV устройство не понимает этот самый геймпад, свитчпад, грубо говоря, свитч, свитчпад, я, конечно, так назвал, то его нужно ввести в режим, еще у него есть дополнительный режим, это для Android девайсов отдельный, но это вы сами сможете почитать, потому что, по сути, каждый TV Box, он абсолютно индивидуален. Здесь мы сразу с вами идем в геймпад тестер, мы много чего здесь увидим, он подключен, подключен он, как Nintendo Switch Pro Controller, то есть, ну, по крайней мере, мой Xiaomi Mi Box 2 ревизии, ой, я нажал на кнопку, он именно так и работает, а вот, кстати, у него срабатывают, вот видите, я только прикасаюсь, здесь вообще мертвых зон нет, то есть, смотрите, я сейчас отклоняю, вы можете по цифрам видеть, вот эти вот зеленые шкалы, зеленые шкалы, они как раз и показывают, как работает контроллер, кстати, смотрите, я сейчас начинаю двигать, допустим, вверх, и мы видим, что у нас не перескакивает зеленая шкала, она постепенно заполняется, это мы сейчас левый стик мучаем, давайте вниз, то же самое, ну, я уже его и вниз, и влево повел, то же самое вправо и влево, вообще мертвых зон нет, ребят, вот вообще к слову, совсем, то есть, и на правом, то же самое, мы видим, мы можем круговую делать, смотрите, все очень мягко, можем две сразу делать, все очень мягко и плавно, кнопки у нас работают, нажимные, само собой, работают все кнопки, вот эти вот, но, то, что это курки, это надо проверять на винде, потому что, три триггеры, у нас, они не работают, таким образом, в Android, на Android платформе, но так уж устроено, так, кнопки, старт, кнопки, не старт, кнопки, домик, ну, все, кнопка, домик, здесь работала, как кнопка, домик, грубо говоря, давайте сейчас попробуем, на каком-нибудь, скажем так, пару игр, потому что, все остальные игры, более-менее нормальные, ну, здесь можно будет повыцеливать, вот смотрите, более-менее нормальные игры, будут все равно на компьютере, но здесь мы с вами попробуем еще и, наша цель проверить сейчас совместимость, дело в том, что здесь мы должны попробовать с вами совместимость с GeForce Now платформой, а это говорит о том, что, например, на Shield, если вы играете в GeForce Now, либо там на Ugoose, то это должно работать, совместимо быть, в данном случае я уже играл, совместимо, но вы мне не простите, если я, допустим, вам не, ну, грубо говоря, умолчу этот момент, так, ну, все, ты красиво показываешь, все, у нас, да, слушайте, ну, игру оно видит, слушайте, а как плавненько вообще это все дело, на дешевых геймпадах, когда я тестировал, вообще не то пальто, слушайте, вообще капец, так, летим, так, это стрелять, это стрелять, это у нас, не пойми что, так, давайте ускоряться, есть, цель достигнута, мне нужно какого-нибудь противника, сейчас попробовать повыцеливать, это еще кто, нам не важно, кто это, нам важно его найти, и устроить над ним расправу, это кто там такой умный у нас, а ну-ка, иди сюда, иди сюда, иди сюда, как я его быстренько снес, видели, ну, слушайте, геймпад действительно прикольный, при том, что, им я смог пользоваться, лишь после того, как я обновил, потому что, не обновленная версия, он ко мне пришел, о, второго разнес, он ко мне пришел с версии 1.1.1, и на 1.17 обновил, и все стало в порядке, слушайте, ну, эта игра работает, и как бы, тут у меня вопросов нет, давайте, классическую, Android TV игру, включим, это по типу, грубо говоря, Rapti GP, нужно попробовать на всех типах игр, ну, что, поехали, ну, в игры, в такого типа, типа гонок, типа каких-то, знаете, незатейливых, здесь не требуется, сверхчеткое управление, но, скорость реакции, отсутствие input lag, одно из основных условий, для, вот, для того, чтобы нормально поиграть на TV боксе, такое тоже есть, что самое интересное, так, давайте, что мы тут с вами, делаем, прыжок, давай, прыжок, что я сделал, зачем я врезался, вообще, кстати, красивая игра, кто не играл, не знаю, вот, очень даже советую, Rapti GP, вторая часть, так вообще, я когда-то очень сильно на нее подсел, и прям, ну, проходил, проходил, и дошел до каких-то зон, где, бури сильные, там мне очень сильно не понравилось, я не люблю сложные игры, у меня нервов, не хватает их проходить, я там обычно, джойстики у меня начинают крошиться, даже самые крепкие, даже самые, скажем так, брендовые, поэтому я вот предпочитаю, что-то легкое, желательно в красный шарик, слушайте, ну, все, у меня как бы тут вопросов нет, совместимость с GeForce Now, немаловажный момент, давайте, GeForce Now, мы сейчас в GeForce, именно на ТВ-боксе, в GeForce Now, давайте, Tomb Raider, ну, один из самых таких нормальных вариантов, быстро грузится, так, Steam запустился на GeForce, давайте, стартуем, да, он показал, что там геймпады, все, он увидел мой геймпад, посмотрим, что сейчас получится, мне главное, чтобы оно заработало, все остальное, меня вот, как бы, мало волнует, в том плане, что я понимаю, что здесь датчики хола, он выцеливает нормально, ну, видимо, все работает, так, да, давайте, поехали, так, ну, слушайте, все суперова, все суперова, просто-напросто супер, самое интересное, на мобильном интернете, играю сейчас, просто жесть, а, кстати, слушайте, знаете, как прикольно, сейчас в Германии, и вот на сервера GeForce Now здесь настолько минимальная задержка, куда тебя понесло, волчара позорный, иди сюда, на тебе, ой, я промазал, елки-палки, да что ты будешь делать, я с вот этими волками, я ненавижу их проходить, куда я целюсь вообще, ему надо привыкнуть, да знаете, в чем вопрос, на GeForce Now играть невозможно, задержка, все-таки на мобильном интернете, у меня, вот, с этим проблемы, огромные, где ты там, волчара, волчары, в кого я стреляю, зачем я стреляю, непонятно, то же самое, сейчас попробуем на компе, что, ушли волчки, волчки ушли, не, ну, совместимость есть, допустим, я вам скажу так, меня не очень устраивает, то, опять же, перепутаны кнопки, вот эти вот, а, б, они сделаны в switch стиле, давайте, посмотрим, что там у нас, оба, вскрыли, а где запчасти, фигня какая-то, меня не очень устраивает, то, что действительно, это сделано в switch стиле, но почему нельзя сделать кастомизируемые кнопки, как это в свое время делал, геймсир, да что ты будешь делать, куда тебе, на, одного, вальнули второго сейчас, на, есть, треть, фух, это кустик, господи, я реально испугался, прикиньте, я в шоке, так, все, ну, работает, выходим, ну, нафиг, geforce, хорошо, все, мне понравилось, теперь, я сейчас, затранслирую свой смартфон, потому, что тут будет пару немаловажных моментов, во-первых, нам надо удалить устройство, давайте, пульты, аксессуары, мы удалим, про контроллер, отлично, теперь, теперь, мы затранслируем мой смартфон, итак, мы на моем смартфоне, но, для того, чтобы здесь подключить, во-первых, нам нужно, ну, скачаете приложение, возможно, приложение вам будет, с приложением вам будет лучше, мы зажимаем кнопку влево, и кнопку домик, вот, у нас загорелась вторая кнопка, моргающая, нажимаем, нажимаем просто-напросто на геймпаде, connect, вот именно, о, мобипад, HD, про HD, оно нашло, на текущий момент, смотрите, мы нажимаем, лист конфигурации, и здесь уже у нас очень много разных моментов, во-первых, мы можем сделать с вами геймпад тест, все то же самое, просто-напросто потестировать его возможности, посмотреть, что у него нет практически мертвых зон, поклацать кнопочки, тут турбо-кнопочка у нас есть тоже, есть кнопка макроса, в макросы будем рассматривать уже на компе, есть, конечно же, у нас задние кнопки, видите, оно показывает, что оно их нажимает, и триггеры вместе с, эти, с курками, ладно, посмотрим это дальше, как это на андроиде, все-таки у нас нормально не работает курки, так, теперь, конфигурации, конфигурации, здесь мы можем с вами, видите, кое-что делать, мы можем с вами выставлять мертвые зоны, здесь уже все намного интереснее, можем поработать с мертвыми зонами, и тут уже, блин, ребят, это уже другое дело, это уже другое дело, это настолько тонкие настройки, также у нас есть мейпинг, мы можем ремапить наши кнопочки, можем, например, нажать и нажать кнопку, которую мы хотим заремапить, есть LED-лайты, то есть мы можем с вами менять подсветку, можем делать там, например, бриз, и все остальное, стронг, короче, это все у нас подсветка, давайте сохраним, это все дело, конфигурацию сохранили, у нас подсветочка изменилась, то есть у нас на геймпаде начала меняться подсветка, смотрите, я могу ее сейчас просто-напросто менять, например, сейчас желтую включить, смотрите, сейчас появится желтая, она работает в режиме бриз, можем включить быстрый режим, можем включить, допустим, evergreen фиолетовый, мы на геймпаде там можем менять, допустим, подсветку, это все прикольно выглядит, все, вот, фиолетовая, при том, что мы можем менять подсветку, просто-напросто включив кнопку макро, и зажимая кнопки плюс и минус, мы просто-напросто делаем подсветку чуть другой, если мы зажимаем плюс, то мы регулируем яркость, если зажимаем минус, регулируем просто-напросто тот цвет, который нам нужен, давайте законнектимся опять с геймпадом, потому что мы прервали связь, все, он законнектился, все супер, здесь еще у нас можно, давайте конфигурациях, мы можем с вами редактировать конфигурации, 4 штучки различных, и сохранять их, и у нас будет 4 конфигурации, тот же самый контроллер геймпад тестер показывает, что на смартфоне мы получили с вами нормальный вариант, и можем какую-нибудь игру запустить, то же самое, ну, тут уж, знаете, такой андроид игры, это андроид игры, ничего тут такого мы с вами не получим, ну, это то, во что я играю, допустим, все, на геймпад оно полностью реагирует, не вижу никаких вопросов, ну, все, можно, в принципе, с играми на смартфоне заканчивать, как бы, ну, такой вопрос у нас, знаете, показали, в качестве выводов скажу, для ТВ-боксов, очень крутой геймпад, для ТВ-боксов, потому что в ТВ-боксах, изначально не нужна ни вибрация, она не будет работать, и не нужны эти самые курки, они тоже в ТВ-боксах не поддерживают, при этом, та универсальность, которую дают ТВ-боксы, она очень неплохая, для свеча, да, на свече, там, особых требований не надо, там, чтобы был гироскопчик, и вибрация работала хорошо, для компа, мне не понравилось, отсутствие курков, и не понравилось, то, что в X-бокс режим, нужно переходить, только через кабель, в остальном, все, неплохой геймпад, за 55 баксов, мы его советуем, но, с поправкой на те минусы, о которых мы с вами проговорили, ну, а с вами был Бабл, на канале Технозон, пока.